И снова здравствуйте! Эту часть программы начнём с разговора о коллективном отдыхе во время праздников. Всё ещё отойти от праздников не можем. Постепенно уходит прошлая установка, что праздник — это мероприятие для галочки с огромным фуршетом вместо каких-либо развлечений. Ну и так для всего, для дня рождения, свадьбы, Нового года, корпоратива с коллегами, все потихонечку начинают приходить к тому, что просто сидеть в застолье и праздновать есть — это не очень интересно. Как меняются запросы окружающих, поговорим с ведущими праздничных мероприятий, Русланом Мазитовым и Фаридом Галимовым. Доброе утро, джентльмены, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, доброе утро! Рады вас видеть! Почему есть-то не как бы... есть тоже хорошо, просто дети есть. Но ещё и нужны развлечения. Да, вот как сейчас. До чего заказчики доходят, кроме застолья? До чего не доходят, мы не можем говорить. Это конфиденциальная информация. Ну вообще нет, просто сейчас люди больше тянутся уже как-то даже культурно обогатиться на самом празднике. Не праздник ради праздника, а вот... Культурно обогатиться — это у вас, наверное. Ну нет. А у заказчика культурно разориться, так? Без этого никак не обойтись. Но всё-таки нет, люди уже стараются занять и себя, и гостей какими-то новыми интересными штуками, вещами. Там художников приглашают. Да, вот какой тренд сейчас, вот что сейчас модно? Обычно же так бывает, но как пошла волна. Топ-три идеи. То есть не просто собрать артистов и посмотреть какую-то программу, а ещё какую-то концепцию внести в программу, может быть, тематическую, то есть люди сами наряжаются. Тематические вечеринки. Да, то есть вариантов бывает очень-очень много. То есть, ну, вообще просто... Всё, что есть на этой плане. Ну вот вам что запомнилось, может быть, у вас у каждого такое, что вы вау, вот что-то новенькое. Вы же действительно очень много видели мероприятий. Вероприятий не то, что новенькое, но необычное. Самый удивительный, да, ответ на этот вопрос практически невозможен. Потому что каждый раз на празднике происходит что-то новое, это всегда удивляет, это как-то ты к этому... Вот дают, да? Да, вообще, конечно. А так, всё, что происходит на празднике, реально остаётся на празднике. Ты вот, выходя после праздника, всё стирается. Не специально, а всё действительно как-то там остаётся. Ну, это хорошо, это хорошо. Насколько сами люди готовы участвовать вот в таких интерактивах, да, то есть полностью переодеваться, преображаться? И как часто вы видите директоров, таких солидных людей, которые говорят, так, сегодня я буду Гарри Поттером. И сегодня все будут Гарри Поттерами. Это самое безобидное ещё. Насколько люди сами активны? Люди очень бывают активными. Иногда бывает даже до того, что сотрудники говорят, генеральный не подходите, он ничего делать не будет. Приходят мероприятия, а генеральный вместе со всеми пляшет и на конкурсах, и переодевается в костюмы, хотя говорят, не трогайте его, не трогайте. Нет, это на самом деле люди раскрепощаются и полный отрыв. Это они тоже люди. Да, что удивительно, но да, они тоже люди. И здесь, ну, действительно, здесь настрой человека, ну, и так как мы подведём к тому или иному какому-то интерактиву, либо действию, надо же с правильной стороны подойти к человеку. Да, вот как вы на самом деле тоже готовы ли вы меняться, вместе подстраиваться под концепцию, скажем так, праздника. Давай, Фарит, ещё раз так сделаем, мы всегда готовы меняться. Всё индивидуально, когда на каждом мероприятии ты приходишь изначально, как бы этим мы славимся тем, что мы универсальны, мы приходим на мероприятия, мы видим, да, здесь молодёжь, здесь можно и шутки более, скажем так... Открытые. Открытые, вот так назовём их, да. Свободные. Да, видишь, когда сидят какие-то большие люди, и иногда будут и первые лица республики, ты понимаешь, что там таких шуток не пройдёт. Не пройдут они. Да, и, соответственно, ты ведёшь себя по-другому. О, ещё какие? Ещё какие? В какое-то время была, когда вышел фильм «Стиляги», была очень популярна тема «Стиляг», да, на всех праздниках. Каждый второй все переодевались в «Стиляг». Сейчас есть что-то, вот, топ какой-то вот тоже? Какой-нибудь фильм, не знаю, фильм, артист, что-то вот, тематика какая-то. Они прямо так вот шли, вот, понимаешь, как выходил какой-нибудь модный, стильный фильм, всё вот как бы вот нас меняло. Ну, сейчас... Сейчас и последнее время. Потом, помните, Гэтсби появился, всё, что-то очеринки Гэтсби у нас постоянно менялись, да? В прошлом году... Сейчас скажу, в прошлом году была свадьба в стиле «Игры престолов». Я тоже был удивлён, что мы должны выбрали эту не совсем романтичную, как бы, тему. Да, она там... Но, но всё оказалось проще. Сейчас, выбирая тему, это всё выходит только в декорации, и всё. И эта женщина-юбиляр была, мать драконов. Видимо, да. И драконы ей приносили подарки. Ну, хорошо. Мы только что пережили 8 марта. Да, как вы пережили, кстати. Давайте вместе. Мы пережили 8 марта, да. Всё хорошо. Мы видели новые машины, припаркованные. Собственно... У Света Звонарёва. У Света Звонарёва, наверное, да. Ну, хорошо. У нас сейчас середина марта. Какие праздники большие впереди? К чему люди готовятся? К чему, может быть, нам стоит готовиться? Нам, не сведущим в этом? Ну, у нас, у ведущих, идёт впереди свадебный сезон. Это летний сезон, то есть подготовка идёт. Каких таких глобальных праздников сейчас впереди? Ну, 1 апреля, наверное, День дурака. Наш день. Международный праздник профессиональный. Международный профессиональный праздник наш. Нет. К чему готовимся? Ну, впереди Чемпионат мира по футболу. И будут проходить мероприятия. Кстати, да, вот какие мероприятия по этому случаю будут? Тут будет много всего. Похвалимся, Руслану уже звонили. Нельзя об этом было говорить. Нет, хорошо. Не звонили. О, Боже. Не звонили. До сих пор не звонили? И кто-то звонил, короче. Здесь идёт слава ещё с Олимпийских игр, когда я там работал ведущим. И как-то вот по спорту всё это. То есть крупные мероприятия какие-то уже будут, да? Я-то думал, будешь в защите играть. А какие-то корпоративные вечеринки уже намечаются? Вот болельщики прям вот захотели какую-то организовать между собой? Я думаю, этого пока вроде не было. Ближе к делу. Это, наверное, ближе, да. Ну, хорошо. Когда они съедутся. Самый главный совет, самая главная мысль для всех, кто готовится к какому-то большому торжеству в своей жизни. Ну, свадьбу, корпоратив, юбилей какой-то, да? Самая главная мысль, с которой нужно подходить к комбинизации. Ну, кроме того, что вас приглашают. Да, да, кроме этого. Самое главное, надо обратиться к профессионалам. Потому что очень бывает большая ошибка у людей. Они вроде бы обращаются к профессионалам ведущему, но на программу всё остальное мы составим сами. Это часто бывает, и это бывает большая ошибка у людей. Заказчик говорит. Да, они думают, что они сэкономят чем-то. То есть нужно сразу всё включено, вот так вот пакет лучше покупать. Лучше обращаться в профессиональные видинг-агентства, какие-то ивенты-агентства, которые всё это профессионально, вам всё организуют, напишут сценарий, пригласят артистов, проследят за всем. И тогда вы будете просто отдыхать и веселиться, а не так, что... Получать удовольствие, да? А не так, что невеста сидит за столом и думает, а приехал у неё артист или нет, как бы... Ну, что ж... Это самое тяжелое доверение. Да, конечно, она должна отдыхать. Поволноваться по другому поводу. Скину, скину, да. Спасибо вам большое. Желаем удачи в грядущем сезоне свадебном и не только.